С Верой в спорт И об этом мероприятии, о чемпионате Киевской области по хоккею Мы сегодня побеседуем с Александром Рысевым Одним из организаторов чемпионата Киевской области по хоккею Добрый день, Александр Добрый день всем слушателям Итак, давайте начнем с того, что же из себя представляет чемпионат Почему он так называется и как давно он существует? В 2011 году открылась Олимп-арена Долго все ее ждали в Кирово-Чепецке Не только в Кирово-Чепецке, во всей Кировской области, наверное Во всей Кировской области Но я считаю, и со мной, наверное, мало кто поспорит Что Кирово-Чепецк является все-таки столицей хоккея нашей области Многие звезды мировой величины, хоккеисты, прославлявшие Российскую Федерацию Произошли как раз из Кирово-Чепецка Да, воспитанников очень много И в данный момент играют в континентальной хоккейной лиге То есть ребята из Кирово-Чепецка И очень много великих хоккеистов в прошлом Вышли из Кирово-Чепецка именно Ну, то есть Мальцев мы можем здесь вспомнить Мальцев, Мышкин, Трифилов Очень много фамилий То есть Кирово-Чепецк очень много дал хоккею Очень много дал на самом деле В Олимпорении замечательная стена памяти Торжественная такая, очень красивая Где портреты звезд хоккейных, на самом деле Прославлявших Кирово-Чепецк и Кировскую область Все они там есть Все звезды В 2011 году, как вы сказали Был организован чемпионат впервые На какой базе, кто был организатором Я думаю, что вы тоже организовывали, да? Ну да, мы с моими ребятами С теми, с кем играли раньше по высшей лиге То есть занимались в США, Олимпии Открыли юридическую организацию Некоммерческую То есть любительская хоккейная лига Назвали ее Ну а пошло это все Я думаю, что Вот Ну, во-первых, конечно, это Позволило открытие Олимпорены Это сделать То есть появилась площадка Где можно, во-первых, тренироваться Насколько я понимаю, да? И детям и взрослым, во-вторых, проводить соревнования Подобного уровня масштаба Да, то есть тяжело было на улице играть И поэтому приходилось ездить до 2011 года Участвовать в чемпионате, который проходил в Союзе Ну и с Кирова на каждую игру Из Кирова-Чепецка ездить на каждую игру в Киров То есть и накладно финансово Ну и зачем ездить, если открылся свой дворец Которого так долго ждали Значит, ну, сам я немного поиграл Поиграл по высшей лиге За Олимпию То есть взяли меня там В 17-летнем возрасте Но у вас за плечами была школа, да? Какая-то хоккейная Да, с 6 лет С 6 лет занимался хоккеем Как раз на примере, наверное, этих вот звезд Которых мы сегодня уже перечисляли У нас там все занимаются на примере этих звезд Ну, дальше не получилось с высшей лигой Но не опустил руки И, значит, дальше у меня за плечами 4 хоккейных сезона в Мурманской области То есть за различные команды в Мурманской области И много ребят туда И из Кирова-Чепецка тоже забрал Посоветовал Некоторые до сих пор там играют, живут, женились То есть там профессиональные команды? Нет, там чемпионат Мурманской области Но уровень, я скажу, что такой хороший был То есть и сразу после высшей лиги Уехать играть там чемпионат области Кто-то, ребята из Кирова-Чепецка Приехали после первой лиги туда Ну, я скажу, что Не побоюсь сказать, что Помогли мурманским командам За которых мы играли У нас там целая пятерка Играла вратарь Значит Ну, там я увидел Областной чемпионат То есть как он делается Он в дворец Когда приходит болеть там за Команду Гранит Мурманскую У них там, к сожалению, нету Хоккея профессионального Но есть Какая знакомая ситуация Но есть? Есть люди, которые до сих пор Ну, общаюсь с ними Остались очень много там друзей, знакомых Общаюсь То есть не могут они Продавить, так скажем Высшую лигу Но они хотят там Молодежную хоккейную Создать лигу Уже третий год Проводят выставочные матчи То есть там приглашают из Москвы Команды Полный дворец Билеты продаются То есть Аншлаг всегда на трибунах Но Руководство Области Мурманской Города Не идет им навстречу Чуть-чуть Похожая ситуация У нас В данный момент Происходит То есть После завершения Участия Олимпии Молодежной Хоккейной лиги Сколько? Два сезона По-моему Не играют они уже Три Сейчас Осталась команда Только ЮХЛ Но ЮХЛ Это Не тот уровень То есть И детишкам Из ЮХЛ Все равно Нужно быть на виду Но так как Команды нет Скорее всего Если не будет Команды Им придется Просто Уехать Потому что Негде себя применить Да Забрасывать шайбы За другие клубы То есть Получается Что Наш чемпионат Чемпионата Кировской области По хоккею Корни свои Вдохновение Своё Черпает В Мурманске Получается Так Посмотрел Организацию Как это все Проходит Ну и потом Уже Когда Создал Чемпионат Со своими Единомышленниками Значит Первый сезон Сейчас уже столько времени Прошло там По-моему 11 команд Было и 15 команд Участвовало В чемпионате Свахрушей команды Играли То есть из районов Не только Городские команды Ну и Кировская область В полном смысле Это высловало Да И даже Один год Глазовская команда Приезжала Недалеко Им нравилось А что привлекало Вот Глазовскую команду У них не было Такого Первенства То есть И ребята Которые там С хоккеем закончили Неравнодушны К нему Ну не с кем Было у себя играть То есть это Бывшие профессионалы Ну и бывшие Профессионалы И любители У них даже там Любителей Нету чтобы С кем-то сыграть То есть им Либо ехать в Ижевск Играть с Ижевскими Либо ехать В Чепецк Играть с Чепецкими То есть И туда и обратно Ну то есть В обе стороны Одинаковое расстояние Ну им нравилось Приезжать Играть сюда Да и все это Присходило В Чепецке На льду Олимп-арены Да все это На льду Олимп-арены Следующие сезоны Значит Были игры И в Союзе Кировском То есть Команды из Кирова Заявились Но Большая проблема В нашем регионе Это то что Команды Пытаясь объединить Все чемпионаты В один То есть Более 40 команд По итогам Прошлого года Участвуют В любительских чемпионатах То есть Проходит у нас В области 4 чемпионата Участвуют Более 40 команд И когда Предлагаешь Объединиться Разделиться На дивизионы Согласно Силам Своим То есть Многие Отказываются Опять же Проблема Как мы будем Добираться Из Кирова В Киров И обратно Здесь мы сталкиваемся С проблемой Отсутствие финансирования Да что Добирались бы С удовольствием Если был бы Транспорт Хотя бы Да что Можно было Экипировку И все перевозить Да очень дорого То есть На плечи команд Ложится Даже в пределах Кировской области И аренда льда Ложится И клюшки ломаются Форму надо покупать То есть Тяжело Простому Любителю Куда-то еще Выехать А как вообще Расскажите Действуют Любительские чемпионаты То есть Они собирают Получаются Какие-то взносы С команд Участниц Правильно И каким-то образом Их расходуют На тот же лед На те же клюшки Ну у нас У нас значит Готовится смета Перед началом Чемпионата Ну это так везде Наверное То есть Туда входит Судейство Какие-то там Ну медик То есть Вот эти расходы Расходы И значит Делится на Количество команд Выходит общая сумма Делится на количество команд И вот этот взнос Получается Ну и плюс То есть судейство Плюс медик Судейство Медик Да А лед Кто оплачивает Лед Сами команды Сами команды 50 на 50 процентов И Эта Система Принята Наверное В большинстве Чемпионатов На любительских Турнирах Я скажу Что Будучи Региональным Представителем Ночной хоккейной лиги Созданный президентом Российской Федерации То есть Изначально Когда Был первый сезон Три сезона Я руководил Кировской областью Был региональным Представителем Ну и приходилось Очень много Общаться На семинарах С руководителями Чемпионатов Других регионов Областей То есть Там практически Все регионы Участвуют В ночной хоккейной лиге Популярные Движения Да Не буду сейчас Называть Какие регионы То есть Не помню уже Но есть регионы И их немало В которых Команды Вот в таких чемпионатах Любительских У себя на месте Они Лет оплачивают Федерация Там Хоккея местная То есть Помогает Правительство Глава города Там Потому что Президент повелел Да Потому что Президент Когда Владимир Владимирович Встал на коньки Вся страна По-моему Пошла покупать форму Попыталась Устоять на коньках Ну и в данный момент То есть Он Продолжает играть Молодец То есть А страна Пример И страна продолжает играть И у нас В области Как я знаю Губернатор Играет В хоккей Министра спорта То есть Федеральный инспектор Играет Федеральный инспектор Ну федеральный инспектор У нас это Давнешний любитель То есть И с ним приходилось Тоже Когда здесь Закончил С хоккеем Были какие-то программы Когда Федеральный инспектор По программам Возили форму Дарили детишкам Формы в районы То есть И показательные игры Там были Интересно То есть Народ приходил В районах Федеральный инспектор Фанат хоккея У нас Это очень приятно Слышать Потому что Есть надежда Что Губернатор Федеральный инспектор Каким-то образом Будут поддерживать И поддерживают И не остановятся В своей поддержке Хотя бы Детского хоккея Да Вернемся Все-таки К нашему чемпионату Поговорим Непосредственно О субботе Минувшей Что это такое было Что происходило И вообще Каким образом Чемпионат изменился За последнее время Насколько мне известно Прошлый сезон Открывался Несколько иначе И этот сезон Открывается иначе Чем Вот то Что вы описали В начале существования Чемпионата Кировской области По хоккею Расскажите Что В чем разница И что изменилось Ну с 11-го года То есть У меня Были предложения Командам Как это делается Во многих регионах Собирать Ну Некие членские взносы То есть Они были Копеечные Там предложены мной То есть Ну и Выслушал я от команд Очень много Про себя То есть Ну когда дело дошло Что Ну Все это смета Прикладывалось Что Ну По моему мнению То есть Что такое развитие И популяризация Это Должны быть афиши В городе То есть Привлекать Детишек На трибуне Зрителей Да Зрителей Чтобы ходили Вот это есть Популяризация Но когда команды Сказали что У нас Нет финансирования Зачем нам афиши Даже Такое было Что Зачем нам табло И столько судей Ну Я по этому поводу Считаю что Это не развитие И не популяризация Ну так Покататься Да Покататься Ну так же точно Можно покататься Когда речка Замерзнет Вот Можно шайбу бросить И поиграть Вот Значит Со вносами Со вносами Не получилось Подождите Но вы же говорите Что это довольно-таки Общепринятая практика Во всех В других регионах Не во всех Не во всех Но во многих Там где нет Более ощутимой Скажем чем у нас Поддержки Властимущих Правильно я понимаю Да Ну опять же Вернемся К вопросу Городов Киров и Кирова Чепец То есть вопрос Как добираться На игру Из Кирова В Кирово Чепецк С руководителем Вологодской области Чемпионата Общался В Сочи До сих пор Общаемся То есть Ну у них Если я не ошибаюсь Самая дальняя Поездка От команды К команде Составляет 700 километров Ого И никто не задает вопрос Как туда ехать Оттуда деньги За свой счет Ну у кого-то есть спонсоры То есть Ну Каких-то команд получается Да Есть спонсоры Не у чемпионатов Мое было предложение Вообще по Вот этим членским взносам Афишам То есть Написанием статей Чтобы О чемпионате О чемпионате Ну услышали многие То есть Это и руководители предприятий И когда Они бы услышали это Если бы такое было То есть Ну можно было Найти еще в те Сезоны Партнера чемпионата Командам найти Своих партнеров То есть То есть цель была Минимизировать затраты Команд На участие в чемпионатах Конечно Но для этого Нужно было Сначала Самим Помочь себе Но Не захотели Ни афиши Ни Статьи в СМИ Значит Ну в других Регионах Скажу Вот общался тоже В Магнитогорск То есть Ребята У них тоже В 2011 году Открыли они Организацию Собрали взносы Конечно Тоже много Выслушали Себя плохого Когда начали собирать Кто-то Отказался Участвовать В этом чемпионате Они провели Первый сезон У них было По-моему Четыре команды Если я не ошибаюсь В данный момент Под их Не гидой Играют 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 Все команды Магнитогорска И скажу Скажу больше По моим Последним Разговорам Что у ребят Уже в этой организации Появился свой партнер Стабильный партнер И уже есть свой дворец Даже ледовый Построен То есть партнер Построил дворец Ну да Тренировочный дворец То есть И это существенно Уменьшило затраты У них там есть Конкурентоспособность То есть Цену он для любительских команд Сделал Дешевле То есть стало легче Играть в хоккей На самом деле Дворец Ну спустя наверняка Несколько лет Может хорошо Очень укупиться Потому что потребность В льде У нас Насколько я знаю В Кирове По крайней мере Очень высокая И в Кирове-Чепецке Я так думаю Что тоже Ну да Есть команды Любительские Которые Не хватает Которому льда И приходится Даже тренировки Там Ну слышал В час ночи Ходят Копаются Да Ходят Утром идут на работу Очень Это касается Не только хоккея Но и хоккея с мячом В том числе Хоккея с мячом Фигурного катания То есть Все жалуются Что нет Ну Нехватка льда Какая-то происходит Но Допустим Я вырос В Дюс США Когда мы играли Ну Мы не видели Дворца Изначально То есть У нас Проходили игры Тренировки На открытой коробке В Кирове-Чепецке Ну Если честно Сказать Ну Конечно Многие со мной Не согласятся По словам Одного из тренеров Дюс США То есть Я сравнил Как мы тогда Занимались Как сейчас Детишки занимаются То есть Когда я спросил Почему вы зимой Не Ну Жалуетесь Что не хватает льда Во дворце А почему не катаетесь На открытой площадке Один из тренеров Мне сказал Что он Пытался Значит Устроить тренировку На открытом льду Но пришло Половина команды Когда он начал Спрашивать родителей Где остальные Родители сказали Что Не отпустят своих детей Дети у нас заболеют То есть Ну Мое личное Мое мнение Вот так Это Никакого закаливания Смотрю Да Ни закалки Ни характера Да Раньше Раньше было по-другому То есть Ну И сейчас Если честно Говорят Что Наблюдая происходящее Родители все-таки Больше Больше Делают упор На учебу Своих детей Нежели на спорт Ну Еще я застал Те времена Когда было Немножечко По-другому Ну Родители Тоже бывают разные Я знаю Очень много Хороших команд Детских Хоккейных Родители Этих ребят Готовы давать Большую сумму Да Потому что Ну Не так хорошо Поддерживать детский хоккей У нас Как хотелось бы Отдавать большую сумму На то Чтобы Экипировка У ребят была хорошая И смогли Выехать куда-то За пределы города Кирова Кировской области Показать себя Свой уровень мастерства И привозят Действительно Достойные награды Да С этих мероприятий Поэтому такие родители Тоже есть А вот А вот Льда На самом деле Нет Особенно летом Это проблема Актуальна Действительно Ну Проблема Ясна Что случилось С чемпионатом За последнее время Что изменилось Значит Два сезона назад Когда Был вопрос Вообще Проводить Ну Мной То есть вопрос Стал ребром Да Проводить Живет даже чемпионат Или нет Не проводить То есть когда Чемпионаты разделились На Несколько чемпионатов Так скажем Там первенств То есть Руководители этих первенств А почему разделились Ну Потому что Уровень команд Разный Допустим Ну Я так считаю Что уровень команд Разный И Руководители Параллельно Проходящих Чемпионатов Они Ну Согласны Конечно По согласию С руководителей Команд Ну Начали делать В регламенте Какие-то поправки По которым Ребята Которые Играли Профессионально Ну Не имеют права Несколько лет Участвовать В этих чемпионатах А то есть Есть все-таки Временные рамки То есть Несколько лет Не имеют права Сейчас по-моему Это 9 лет После завершения Карьеры Да В первенстве Города Кирова Ну Я считаю Что это Как сказать Какая-то колючая проволока Так называть Хоккей должен доступен Быть всем Ну А как же на самом деле Уравнять всех Возможностях Если мы Тоже понимаем Что бывшие профессионалы Даже если не бывшие Все равно не на голову выше В своем мастерстве Чем Ребята-любители Ну Я согласен с этим Допустим Есть там В Москве Допустим Российская товарищеская Хоккейная лига Значит Когда я только Начал заниматься Развитием Этим Проведением Чемпионатов Даже специально Ездил к руководителю Этой лиги Устречался в Москве Общался То есть С чего он начинал Как Как это все делать То есть Получил много Опыта Значит У него 150 команд Играют И там есть люди Которые поиграли В суперлигах И Также есть те Которые Первый раз Стали на коньки Он делит на дивизионы Но это не только Он Это везде так делится А там смешанные команды Или То есть Можно наверное Купить легионера Да Какого-нибудь Профессионального Да Ну если он купит Легионера В любительскую команду То есть Этой команде Нельзя уже Будет играть В низшей лиге Там у них Дивизионов Стеклянный Деревянный То есть Там такие названия Бриллиантовый Посмотрел одну игру То есть Увидел ребят Которых Маленький Смотрел По телевизору Когда они играли За сборную Приличный такой уровень Ну то есть Все делится На дивизионы И команды Играют Значит Согласно Своему уровню То есть Ну каждый матч Проходит Интересно Захватывающе Ну у нас Киосской области Такого нет Сейчас Ну скажу честно Есть Первенство города Кирова Опять же Вернемся Когда Сейчас проводится Как раз Да В Кирове То есть Они когда Значит Сделали вот эту поправку Там 9 лет Чтобы закончил Профессионально Ну равный уровень Команд То есть Нету этих Бывших профессионалов Бывших профессионалов Но опять же Встает вопрос А куда бывшим профессионалам Деваться Куда деваться Команды Все команды Значит Составы команд Но сильных Команд априори Должно быть Немного в природе Насколько я понимаю Ну это все Зависит от региона То есть У нас В Кировской области Ну у нас В Кировской области Да Их Их оказалось Три Их оказалось Три Да Есть Есть конечно Ребята Которые Нужно играть Ну в командах То есть Можно еще Пару команд Создать Но Нет Руководителя Ну и у ребят Нет возможности Собраться Нет возможности Желания Может быть Играть Против сильных Игроков Но все таки Я считаю Что Должен быть Должен быть Какой-то Спортивный принцип Интерес То есть Поэтому Несколько последних лет В разговорах С руководителями Других Лиг Первенство Чемпионатов Предлагал Предлагал И до сих пор Эти Как бы Переговоры ведутся Предлагал Объединиться В единый чемпионат И до сих пор Предлагаете И до сих пор Предлагаем Но Даже здесь Сейчас Почти в прямом эфире Да Но Слышим в ответ Что У вас сильная команда И мы с вами Не справимся То есть По сути У нас сейчас Есть три команды Бывших профессионалов То есть Это топ Это Самый высокий уровень Хоккея В городе Кирове Правильно? В Кировской области Я думаю Мало кто С этим поспорит То есть Это на самом деле Практически Профессиональный Чистый Красивый Хоккей Который Буквально Вживую Лисотворяет Тот хоккей Который мы видим По телевидению На чемпионатах На самом деле Яркая игра По телевидению Конечно Это далеко По телевидению Они бы играли Сейчас В континентальной Хоккейной Лиге За сборную Ну есть ребята Да То есть Допустим Играют И мастер спорта Международного класса Чемпион универсиады За сборную России То есть В одной из наших команд Ну На игры На игры Наших команд То есть Нашего чемпионата Пусть Это три команды Но Каждая игра Это яркое Зрелище Есть чему Поучиться Вот именно У детишек То есть Ну Самое главное Я считаю Это чтобы Детишки приходили Смотрели И чему-то учились У ребят У которых можно Чему-то научиться Ну а командам Которые Отказываются В нашем чемпионате Принять участие Играть против сильных Команд Ну я тоже Не очень согласен С этим То есть Опять же повторюсь Что должен быть Какой-то Спортивный там Интерес То есть это Ну Сейчас быстро Так скажем Что там Команда Занявшая первое место Первенство города Кирова Прошлого года Ну почему бы Ей не попробовать Сила она там Лучшая Почему ей не попробовать Сыграть в чемпионате Области Ну не получится Проиграют Значит обратно Спустятся туда Ну попробовать стоит Да Попробовать стоит Почему нет И они будут Ну как сказать Прогрессировать То есть играя С сильными игроками Они будут прогрессировать Но опять же На это предложение Я слышал от руководителей Команд многих Что зачем нам прогрессировать У нас Ну любительский хоккей Нам этого не надо А То есть заняли первое место На каком-то Локальном уровне Но дальше не пойдем Да Все хватит Лучше Лучше в следующем сезоне Снова занять первое место Это спорт? Вопрос с подвохом Да Должен быть Должен быть Спортивный интерес Команда Занявшая первое место Дивизиона Б Там Должна идти В дивизион А Теоретически Да Последняя команда Дивизиона А Должна спуститься В дивизион Б То есть И Эту проблему Не проблему То есть Недавно Я обсуждал Министерство спорта Кировской области С Георгием Андреевичем Объяснил ему Эту проблему Значит По объединению Поговорили Сказал Министерство Поддерживает Полностью То есть Потому что Даже Такой интересный момент Был В прошлом сезоне Когда Открытие Всех чемпионатов Начиналось Где-то Примерно В один В одном Месяц Да Губернатор Кировской области Получал Каждую неделю Приглашение На открытие Чемпионата И Министру спорта Был задан вопрос Неужели Они открыться Не могут До сих пор Все как одно Да Министерство спорта Тоже запуталось То есть Немножечко С Георгием Андреевичем Поговорил Значит Объяснил Ситуацию Ну конечно же Поддержал Что нужно Объединяться Нужен какой-то Спортивный интерес От этого И уровень Игры Команд Ну будет выше То есть Это привлечет Зрителей на трибуны И появляться будут Новые команды Ну и конечно Этот огонь в глазах Который был Вот у ребят Младшего поколения Хоккеистов Будущих хоккеистов На трибунах Олимп-арены В минувшую субботу Это конечно Дорого стоит Как они болели Как они переживали За игроков У всех уже Пивили свои любимцы На самом деле Это очень Болельщики Вели себя очень ярко Особенно детки Да Меня вот эти проблемы Почему-то Отвлекли сейчас От нашего разговора Я пытаюсь Успернуть сюда В русло 27 октября Все-таки Что у нас было Когда мы Закончили на том Что когда Вопрос стал Проводить Не проводить То есть Осталось там Три-четыре команды Руки опустились Честно скажу То есть Но ненадолго Турнир Да Турнир В три-четыре команды Это Не есть хорошо Так скажем Но Немножечко Восправ духом Значит Поддержку Предложил Кировский ССК То есть Помочь Именно Любителям И провести это На более Высоком уровне В плане Медийности В плане Медийности То есть Это и Афиширование Игр То есть По каждой игре Был краткий Обзор То есть Вышли немножечко На другой уровень И Конечно же Опять же За счет только Генерального партнера Чемпионата В прошлом году На матч открытия Проходил он В Олимп-арене Игра была Между Салютом И Уралхимом Значит Генеральный партнер Любезно Согласился Привезти к нам В гости На открытие Великого хоккеиста Великого На самом деле Большой буквы Сергея Михайловича Макарова Который С удовольствием Отозвался То есть На наше предложение И я скажу Что Практически Дворец был Заполнен Болельщиками До отказа И Детишки Пришедшие То есть Там взрослые Детишки Ну на самом деле Наблюдали Интересный хоккей Ну и команды Которые вышли То есть у нас На матчах Чемпионата Регулярного Не очень Конечно Много болельщиков То есть Ну не полный дворец Но интерес есть Но интерес есть Да Но тут Команды Тем более Это бывшие Профессиональные Игроки Когда увидели Столько болельщиков То есть Вспомнили Молодость И игра была Очень интересная Как это было Да раньше А ветеранам Тоже как приятно Тоже на трибунах Ветеранах Хоккей сидели Наши Из Кировской области Да Про 27 Я числую теперь У нас осталось Мало времени Поэтому кратенько Обзор И что мы с этим Семьим Делать Значит Генеральный партнер Чемпионата У нас Второй сезон Подряд Ну им уже Я так понимаю Самим понравилось То есть Им понравилось Им понравилось Ну и По ихнему Значит По ихней Просьбе Совместно с ними Мы пригласили Уже земляка Владимира Семеновича Мышкина Который Очень был Рад Посетить Малую родину Значит И матч Матч прошел Тоже Конечно Хотелось бы Чуть-чуть побольше Болельщиков Но и Те кто пришли Мне кажется Рассказали Не пришедшим Что Зря Не посетили Матч Некоторые болельщики Сабыных мест Было на самом деле Немного Да И Опять-таки Эмоции Эмоции Болельщиков То что заряжает И игроков В том числе Соскучился Кировочепецк По Большому хоккею То есть И В этот раз Мы позвали Матч был Товарищеский Значит Он посвящен Открытию Чемпионата Кировской области Но Решили пригласить Ребят из соседнего региона Попробовать наш лед Да Попробовать наш лед Ну Мы мало Тоже Скажем так Команды В других регионах Команды любительские То есть Имея там Надежного партнера Они ездят То есть Вот По турнирам Москва Питер Есть такие турниры Они проводятся везде Допустим Вот Омега Ижевская Которая приезжала К нам 27 числа У них За плечами Опыт Выступления на турнире В Майами Ух ты Это все благодаря партнерам Ну Благодаря Да Партнерам Ну конечно За свой счет Что-то Что-то Легло на их Плечи То есть На Участников Ну Владимир Семенович Остался доволен Болельщики Я считаю Тоже остались Довольны Детишки Видел радостные лица То есть А как они болели Все-таки Там был конкурс На лучших Болельщиков Как мальчишки Старались Это просто Что-то За своих Болели Ну они Болели за своих И в составе Команды Которая представляла Гировская область Салют Играли Их не тренера То есть Они пришли Поболеть за своих Тренеров Ну и Тут уже От тренеров Тоже зависело Я считаю Они показали Своим уже Опытом Как надо Играть в хоккей Да Своим примером Как раз То чего Мы так хотим То чего Мы так добиваемся Это именно Примеры Живые примеры Игроков Которые здесь Сражаются сами Не просто теоретики Именно практики Что дальше Будет с чемпионатом Как Будут проходить Игры Значит у нас Недельки Через две Начнется Сам чемпионат Участвуют Четыре команды То есть это Уралхим Салют Каскад Авто И ребята Дю США Они Которые не попали В состав Юниорской Хоккейной лиги Олимпии Но я считаю Вот Именно эта команда Дю США Которая будет участвовать И играть против Бывших профессионалов У ребят Этой команды Есть Хороший шанс Хороший шанс Доказать Показать И все-таки Пробиться В состав ЮХЛ Именно для этого Поднатаскать Мы их И пригласили Зарядить На поле Будут прогрессировать Ребята Играть против Бывших профессионалов Некоторых Только закончивших Александр Где можно Познакомиться С расписанием Игр Через две недели Которые будут Начинаться Есть группа Вконтакте У нас Чемпионат Кировской области По хоккею То есть там Вся информация Будет в ближайшее Время там По расписанию Ну и еще Хотелось бы Одно сказать Чтобы болельщики Ждали Команды Не опускали руки Во-первых Это мы будем Все-таки Вести дальнейшие Разговоры Переговоры С руководителями Параллельно Проходящих Первенств То есть Объединить Все-таки В единое Целое Все команды Разделить их На дивизионы Тем более Что генеральный Партнер Чемпионата Понимая Что это не Четыре команды Уже А сорок Дал добро И он тоже То есть Генеральный партнер Надеется На популяризацию Развитие Помогает В этом Ну и с ребятами Из Ижевска Которые приезжали То есть Ведем сейчас Переговоры Скорее всего Мы в следующем Сезоне Подготовимся В этом Сделаем упор На игры Межрегиональные То есть Позовем ребят Из Перми Поиграть То есть Это опять же Бывших профессионалов Из Перми уже Да Ну ближайшие регионы Команды очень много Это у нас Чувашия Удмуртия Татарстан То есть Вот сейчас С коллегой Из Ижевска Обговорили Обсудили Ну и скорее всего Дай бог Если Наш генеральный партнер Согласится Значит Помочь в этом И У ребят на местах Генерального партнера Если откликнутся Посчитают это Интересным То я думаю В следующем году Все увидят Как настоящие Хоккей Это игры С разъездами Да Это будет очень здорово Я думаю Там будет Много чему Поучиться Потому что Мы никаких ограничений В нашем чемпионате Ставим Лишь бы не было Действующего контракта Соответственно Игрок Который там Закончил ЮХЛ Ну Чтоб ему 9 лет Не ждать Чтобы поиграть в хоккей Значит Пожалуйста Милости просим В любую команду И Конечно же Там огромная благодарность Командам Уралхим Салют Вот именно Таких игроков У которых Ну не получилась Хоккейная карьера Профессиональная Присматривают Присматривают И Трудоустраивают Помогают Трудоустроить То есть Ребята играют Свой любимый вид спорта Ну на этом Мы Программу сегодняшнюю Заканчиваем Напомню Что это была программа Сферой спорт Говорили мы сегодня О таком замечательном явлении Как чемпионат Кировской области По хоккею Напомню Что старт Данного мероприятия Был положен Минувшую субботу 27 октября Александр Рысев Один из организаторов Был сегодня в эфир Александр Спасибо большое Ждем с новыми рассказами О любительском хоккея О том Как он сейчас живет О том Как он сейчас развивается Да У нас в Кировской области Спасибо большое Спасибо вам Приходите Посмотреть Интереснейший хоккей Да Добавим Что ограничение По мероприятиям 6 плюс С верой в спорт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok